Такую картину изо дня в день наблюдают отдыхающие на пляжах Лузановки и Затоки. Людных улиц города владельцам лошадей и пуни стало мало. Теперь они зарабатывают на изнеможденных животных прямо на песке. Более того, зообизнесмена в этом году значительно больше. К примеру, в тренде фото с енотом. А ну покажите. Это шарик, да? Да. Только у вас есть разрешение какое-то на это? Это приходительская миссия предоставлена. Это неестественная среда обитания, неестественная. То есть громкая музыка. Я уже не говорю о жаре, потому что для многих животных, ну вот у нас, хотя это собака, но тем не менее, несколько недель назад в жару у собаки просто случился тепловой удар. То есть представьте себе, что испытывают лошади, что испытывают те же еноты. Хотите подержать в руках енотика или, может быть, прокатиться на пони? Уйму таких фраз можно услышать всего лишь пройтись по Дерибасовской или Аркадии. Но знаете ли вы, какой вред приносит животным такая эксплуатация в летний период? Из-за того, что животных регулярно передают из рук в руки и перевозят в транспорте, они испытывают сильнейший стресс. Это сумасшедший стресс. Эти животные просто погибают от вот такого вот жуткого отношения и от того, что они находятся в постоянно неприродной среде. Хозяева зоопарка на руках уверены, что закон не нарушают. Вы платите налоги в бюджет? Мы платим, мы тратим в городе деньги на все. На жилье, на еду, на вкусную еду, на отдых. Должен быть ветеринарный паспорт? Конечно, все есть. Ну покажите. С собой нету, с собой не доска, чтобы не потерять. Он как бы недешево стоит. А вот еще одни коммерсанты. Они якобы просто вышли прогуляться со своими экзотическими питомцами. День используя, гуляют животные свои. Ну, мы видели, что люди фотографируются словами на деребашестве. Ну, я не знаю, как я с такими словами фотографирую. Дома и птичка, да, я гуляю. В Одессе еще с 2013 года действует запрет на эксплуатацию диких животных для фото- и видеосъемки. Кроме того, незаконно используют в коммерческих целях краснокнижных животных. И если в прошлом году проверки периодически проводились и зообизнесмены прятались по норам, то этим летом они чувствуют себя на порядок свободнее и раскрепощеннее. Чего, увы, не скажешь о животных, страдания которых продолжаются. Нарина Щеглова, Владимир Иврич, Телеканал Репортер.